Десять регионов России, тысяча участников. Все это седьмой международный форум во славу флота и Отечества, который начнется через неделю. В этом году он посвящен 325-летию с начала регулярного судостроения в нашей стране. Подготовка к событию в самом разгаре сегодня в Архангельском морском кадетском корпусе прошло заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию. Что обсуждали? Анна Рязанова расскажет. Андрей Бураков поступил в морской кадетский корпус 4 года назад. За это время к военной дисциплине уже привык. Когда мама рассказывала про кадетский корпус, меня это сильно зацепило. Я захотел стать кадетом и в дальнейшем стать моряком. Архангельский морской кадетский корпус сейчас это 237 учеников. И если еще пару лет назад двери школы были открыты абсолютно для всех, сейчас сюда попасть непросто. Ученики проходят жесткий отбор. На сегодняшний день мы имеем курсанты высших военных учебных заведений, которые начатся за 29. Можете себе представить, за 5 выпусков 29 высших военных учебных заведений, всех силовых структур, которые у нас есть в России. Перед заседанием Координационного совета по патриотическому воспитанию экскурсия по корпусу с выправкой настоящих военных. И дети учителя рассказывают гостям о проектах, которые сами придумывают и реализуют. От виртуальной экскурсии по Заполярью до макетов коренных народов Арктики. Архангельский морской кадетский корпус это настолько разноплановая, многоуровневая площадка современной системы подготовки ребят к жизни. Это действительно образец, на который, я считаю, должны ориентироваться многие учебные заведения. Не обязательно к кадетской направленности. На заседании Координационного совета речи о подготовке к 7-му международному форуму во славу флота и Отечества. Еще до его открытия для учащихся региона проведут экскурсии по ведущим оборонным предприятиям области. Наша задача, благодаря форуму, дать необходимые знания ребятам, чтобы они сначала выбрали свое будущее, свою специальность дальнейшая, а потом уже под свое будущее, свою специальность выбрали учебное заведение. Таким образом, строится максимально правильная карьерная траектория. Таким образом, молодой человек остается жить и работать в регионе. После более серьезной программы «Дискуссионные площадки» при правительстве России пройдет ряд заседаний, в том числе с участием молодежи. Завершится международный форум 20 октября. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29.